Всем привет, друзья! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Елена. И со мной, Сонечка, моя помощница. У нас сегодня небольшой перекус, мухбанг. Я приготовила вот такую пиццу. Приготовила две огромные пиццы. Одну мы уже с семьей попробовали. Это уже вторая, горячая, с пылу с жару. Только что ее разрезала сразу, единственное, на кусочки, чтобы нам было удобно кушать и в прямом эфире, так сказать, чтобы мне не пачкать приборы, сразу взять и приступить кушать. Вот такая красотища у нас. Будем с Сонечкой кушать. Соне сегодня вот такой чай травяной детский. Здесь ромашка. Еще какие-то травки полезные для детишек. Специальный детский чай в детском мире мы покупаем обычно. И я буду кофе сегодня с молоком. Что-то мне захотелось. К пицце. Буду такое все вредное сегодня кушать. Вот такая у нас красотища. Сделаем несколько дублей для заставок. Сонечка, смотри в кадр. Все. Все, кто кушает вместе с нами, всем приятного аппетита. Друзья, так, Соня, вот так. Вилки положила. Ну, Сонечка у меня любит вилками. Она у меня как аристократ. Я буду, конечно, кушать руками. Как все это делают. Пиццу едят руками. Ой, вкуснятина пахнет. Так, я немножечко уберу ее в бок. Так, чтобы ее видно и чтобы она не мешалась. Ручками можно кушать. Просто вот так вот, Соня. Второй раз. Вот так, кладем. Аккуратненько только бери. Хочешь, я тебя разломлю, чтобы тебе удобнее руками брать? Да. На две части. Как два пирожка вот такие вот. Вот так вот. Бери. Так, и кушай. Я второй раз готовлю по этому рецепту. Начинку, в принципе, ничего особенного. Здесь у меня помидор свежий. Лук репчатый. Что еще? И домашние колбаски у меня здесь. И немножко курица. Грудка. То есть, в принципе, ничего особенного. А, ну и, конечно же, сыр моцарелла. Здесь у меня сулугуни. Сверху. Сыра немного. Так, чуть-чуть совсем я сырку добавила, можно сказать, чтобы немножко было вкуснее. Соус. Домашняя томатная паста. Не совсем. Она такая у меня вкусная, да, доча? Доча очень любит. Малыши все любят. Наверное, пиццы, все такое. Домашняя томатная паста. Ну, вернее, даже не паста, а соус. Я сама делала из помидор. С зеленью. Вкусная очень. Ну, как, типа, кетчупа такого. Закуска для шашлыка, для мяса. Ну, и тесто я показывала на канале. Тесто очень простое. Здесь у меня на стакан воды, тёплой, я добавила 1,4 пачки дрожжей. Обычные дрожжи сегодня использовала. Ну, которые пекарские, обычные, мы хозяйки все знаем, продают 17 рублей в магазине. Ну, не сухие, которые, а живые дрожжи, так сказать. 1,4 пачки на 250 грамм воды. Немножечко добавила буквально сахара, чуть-чуть, чтобы дрожжи. Кушай, кушай. А потом ещё тебе дам. Вот так бери и кушай. И добавила немножечко сахара, для того, чтобы дрожжи активировались. После чего добавила на это количество 3 стакана воды. Добавила 3 столовые ложки растительного масла. Соль пол чайной ложки, потому что соль я не очень люблю. Хотя по рецепту там ложка нужна. Ложку сахара столовую. И всё. Вот вам тесто. Сейчас тесто стояло, подходило в тёплом месте. После чего готово. У меня больше получилось. Но подошло. И уже приступила я к выкладке начинки на пиццу. В разогретой духовке. 250 градусов я разогрела. Больше я испугалась. Хотя написано по рецепту было, что больше надо. И буквально минут 7. В духовке. И пицца готова. А, раскатывайте. Я раскатывала прям руками. У меня противень обычный. Ну, как у всех в духовках противень дома. И прям ручки смазывала маслом растительным. И тонко-тонко-тонко раскатывала. Ну, совсем тонко не получилось. Ну, достаточно тонко. Тесто, я не знаю, видно, не видно. Ну, достаточно тонко, как смогла. Ммм, вкусно! Вкусно кушает. В прошлый раз я готовила у меня... Тесто было на сухих дрожжах. Обычные французские дрожжи. У меня тесто получилось тоньше. В этот раз тесто гораздо вкуснее. Получилось и хрустящее. Тесто вкусное. Даже бортики съедаются на ура. Класс! У нас сегодня, наконец-то, дождь на улице. Сонечка, никуда не пойдем. Пахну, пахну. Еще не пойдем. Хотели сегодня в парк сходить, сделать фотосессию. Но нет. Фотосессия, ну, немножечко у нас так отодвинется. Хорошая погода. Да? Ты еще хочешь пиццу, наверное, да? Да? Ах ты моя маленькая. Съела. Съела. Вот такой кусочек тебе достаточно будет? Да. Давайте вот так. Вчера Соня бутерброды кушала. Сверху съедала. Я думала, с пиццей будет такая же. Начинку съест и смотрит на меня. Я думала, с пиццей будет такая же у меня история. Но нет. Смотрю, кушаю пиццу. Прямо прям вот до конца, так сказать. Ой, съем пару кусочков, не знаю. Сегодня еще у меня в планах напечь оладушков. О, я надеюсь, я справлюсь. Ну, мы вчера очень много гуляли. Калории сожгли много. Можно сегодня по лакомистам. Ну, вот такое вот тоненькое тесто достаточно. Да, очень хотелось прям пиццы. У меня прям аж во сне снилось. Ходить в ресторан можно. Ну, там что, ну, 600 рублей одну пиццу закажешь и все. На троих, на семью. Есть нечего, минимум две. А на 1200, извините, тоже не наешься две. Хочешь, чтобы на утро еще осталось чуть-чуть вкусненько. Это хорошо, кушай на здоровье, доча. Поэтому я говорю, мои хорошие, я вам напеку. Тем более у меня все было в морозилке. Я, колбаса осталась у меня. Я ее порезала мелко. Я думаю, ну, пригодится. Сыр тоже натерла и убрала до лучших времен. Думаю, ну, не пропадать же, потому что не доедается все это. Думаю, так, если запеканку какую-то сделать. А так у меня все оказалось в морозилке. Естественно, свежие помидоры были вчера мы купили. Бери, котик, бери полотенчик, потирай ручки-то чистенькие. Свежие помидоры были, купили. Вроде и соусы. Все стоит. Но мука есть. Ну, почему не приготовить? Единственное, вот мы купили дрожжи. Потому что они с ругодностью маленькие. Не знаю. Девчонки, напишите мне, кто вот часто готовит с такими дрожжами. Есть ли способ какой-то их сохранить подольше? Мне одна бабулька в магазине, а я выбирала дрожжи в французске, она мне сказала, что... Кузненька, да, Саня кушает. Сказала, что... Говорит, дочь, не бери вот такие дрожжи. Возьми обычные, потому что они, типа, вредные. Не знаю, информация откуда у нее такая. Бабушке все преувеличивает, как всегда. Ну, она мне сказала так. Говорит, они вредные, возьми лучше дочка обычные дрожжи. Ну, не знаю. Я говорю, у меня просто... Ну, спонтанно иногда вот хочется приготовить, а в холодильнике нет дрожжей. Приходится идти вот так вот, как в этот раз я пошла. Пришлось покупать. Если бы, конечно, вот сухие дрожжи, они там хранятся с роговодностью большой. Поэтому я их и выбирала. Потому что я не знала, когда я буду пироги печь. Чаек. Чаек опять вкусный. Чаек тебе даю. Не на камеру смотри, Соня. Течет у тебя. Чай разлила, смотри. Ты в кружку смотри. Смотри. Смотри в кружку, что ты псой. Течет у тебя, льется все. Посмотри, дочь. Сейчас, одну минуту.